Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели в эфире. Программа Открытая кухня. Мы после паузы в одну неделю вернулись к вам и сегодня как никогда просто сладкая, ужасно сладкая, я бы сказала, притерная передача, но качественная, что всегда в рамках этой студии происходит. Я рада сегодня представить своих гостей. Это Екатерина и Алексей Дударенко. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ребята-основатели, владельцы Чоколада, Шоколада, Бинту-Бар, Шоколад, что это за сложное словосочетание. Сегодня расскажут, покажут, более того, продегустируем и поймем, чем же все-таки настоящий шоколад отличается от масс-маркетного шоколада, если можно так выразиться. И более того, мы возвращаем традицию конкурсов в нашу программу. И поэтому сегодня я с радостью анонсирую условия конкурса. Вам нужно найти сначала в Google или другом поисковике, что же такое шоколад Бинту-Бар. Повторюсь, Бинту-Бар. И придумать свое оригинальное объяснение, трактовку, расшифровку такой технологии. Да, именно что-то творческое. Напоминаю, наши телефоны для связи со студией 6721-2939, 6721-3939. И номер для WhatsApp-связи, можете присылать свои ответы туда, 230-6191. Ну, а мы приступаем к нашему эфиру. Сегодня столько всего нужно рассказать, объяснить и попробовать, что я уже не могу ждать. Еще раз добрый вечер, Катя, Алексей. Очень приятно познакомиться. Да, взаимно. Да, ну что, пока еще нервно и необычно. Расскажите, что получат наши радиослушатели в подарок, если выигрывают? Ну, там две плитки, один черный и один кокосовый. Ну, чтобы вот один молочный, так сказать, dark milk, шоколад, который изготовлен с использованием органического кокосового молока. Вот. Ну, чтобы почувствовать, скажем так, оттенки черного. Черный и dark milk. Черный, но не совсем. То есть у них будет возможность еще теперь понять, в чем же отличается. И что такое черный, что такое dark milk, шоколад и так далее. Хорошо. Давайте тогда пройдемся по таким, наверное, техническим терминам. Что же такое бинтубар, вот в вашем понимании, пока наши радиослушатели думают над творческим ответом? Что это за технология и как с ней работают, чем отличается от обычного шоколада? Ну, бинтубар это, в принципе, шоколад, который делается напрямую из какао-бобов. В принципе, сама технология подразумевает, что производитель шоколада контролирует весь процесс от боба до плитки самостоятельно и, соответственно, его производит. Это значит, что мы не работаем с готовым какао-порошком, например, или какао-массой, мы не работаем с полуфабрикатом и не заливаем из него шоколад. Мы делаем свой шоколад напрямую из какао-боба. По сути, весь технологический процесс охватывается одним, скажем так, производителем. Да, это значит бинтубар. От начала и до конца, да, то есть, по сути, от боба до плитки. Да. То есть, закупаешь этот боб, вернее, для начала изучаешь вообще там специфику региональную каждого там какао в том либо ином регионе. Ты покупаешь эти бобы, ты их там обжариваешь, ты потом их там чистишь, дальше ты их превращаешь в боб в, скажем, в меланжевых. Чтобы получился шоколад, то в принципе какао-бобы, помимо того, что их нужно очистить, обжарить, потом еще раз очистить, в принципе, потому что до этого мы их тоже очищаем от цветочек и так далее. А они потом перетираются в специальных меланжерах таких? Да, как бы мельницы с каменными жерновами, называются меланжеры. И в них вот этот вот какао-боб, он перетирается как минимум дня три, наверное, в зависимости от загрузки, два-три дня. До недели у некоторых производителей, каждый производитель сам выбирает, как долго он будет эти перетирать бобы. превращается, и он превращается именно в весь этот процесс волшебный. И у тебя получается... Под трением, под температурой, потому что, естественно, от трения вот этих каменных жерновов поднимается температура, высвобождается какао-масло, которое в этих какао-бобах, и вот эта вот масса превращается, и сначала есть такой зернистый, и уже потом прям шоколад. Да, чтобы была мягкая текстура, для этого и такой вот длительный срок. И, соответственно, дальше уже эта, скажем, нетемперированная масса. И дальше, чтобы уже получить красивую, хрустящую, такую вот ломающуюся со звуком, еще и блестящую плитку, это еще дальше целое, так скажем, искусство его затемперировать. Потому что, по большому счету, опять же, бинтубар подразумевает очень большую долю ручной работы. Ну, как бы так, ручной... Ну, понятно, что процесс автоматизирован, но все равно там твое непосредственное участие, оно непрерывно везде. То есть, нет такого, что ты нажал кнопку, что-то куда-то загрузилось, и в итоге у тебя в конце появилось. То есть, в любом случае, там, участие человека, оно в каждой стадии ключевое, я бы так сказал. Ну, и я, если что, можно добавить, к бинтубар, да, про саму философию, почему это так важно. То есть, сам процесс это одна составляющая, да, что мы делаем шоколад от боба к плитке, но вторая составляющая в том, что это производная такого ответственного потребления, так сказать, потому что, потому что мы закупаем бобы не из каких-то неизвестных нам точек, глобальных, даже, ну, как бы, не на бирже, это не как биржевой товар мы его покупаем. Мы покупаем у конкретных производителей с прозрачным происхождением, с прозрачной отчетностью, где видно, сколько было заплачено за этот товар, кто его вырастил, фотографии семей, которые занимаются этим агробизнесом и так далее, и так далее. Что это значит? Это значит, что мы исключаем риск того, что там мог быть задействован, например, детский труд, а это, на самом деле, очень большая проблема для шоколадной индустрии. Я это постоянно напоминаю в нашем инстаграм-профиле, я постоянно это упоминаю в нашем блоге, чтобы люди это знали. По оценкам международных организаций в шоколадном бизнесе задействовано около 1,4 миллиона детей в возрасте от 5 до 11 лет на плантациях, из них около 800 тысяч работают на опасных работах с агрохимикатами, с мачете, они тягают тяжелые вещи и так далее, и так далее. Очень большое количество производителей были уже вязаны, крупных производителей, очень больших производителей были вязаны в скандалы с тем, что невозможно было отследить, что оказалось, что где-то этот детский труд был использован. Почему? Потому что они закупают исходные свои материалы на тех трейдинг-флорс, которые упомянул Алексей, там микс, там отовсюду свезли все, что, и соответственно объем закупается, там не закупается сингл-ориджин, вот у нас шоколад сингл-ориджин, это значит, что это шоколад из конкретного места, из конкретной фермы. Ферма, либо там кооператив, это конкретный регион, где выращены конкретные, более того, я скажу так, что многие, где мы производим закупки, конкретно эти компании, они участвуют в развитии и ведении, помогают правильном ведении именно этого агрохозяйства, то есть они образовывают в том числе этих фермеров, что правильнее выращивать какао-бубы конкретно среди других деревьев, то есть конкретно в лесу, это такое агрофорестери, чтобы ты не наносил ущерб окружающей среде, но при этом получал свой урожай правильно, и они помогают технологии и в целом образовывают их. Я вас проанонсировала, что сегодня будет сладкая такая тема, веселая, тут оказывается это еще и социальная такая сторона. Я даже не знала, честно признаюсь, я не знала. Почему я рассказываю, это очень важно сейчас нести в массы понятие бин-ту-бар, чтобы люди понимали на самом деле насколько эта тема глубока. Я могу объяснить еще этот момент немаловажный, почему в том числе, потому что какао-бобы закупаемые в этих фермах, они примерно в два-два с половиной раза минимум, в два-два с половиной раза выше эта цена, чем весь стандартный товарный поток, который есть продающийся как биржевой товар. Соответственно, и логично, что чем больше фермер получает денег от произведенного выращенного какао, тем больше он может позволить себе в плане даже труда. Не надо ему привлекать детей. Экономить на процессе рабочей силы и так далее. Многие из них, конечно, это фермерские хозяйства, и логично, семейные, и там, конечно, они работают с целыми династиями своими семейными. Но это немножечко Но это не принудительная история. Это не является принудительной историей. Поэтому это тоже своего рода мировоззренческая составляющая. Это очень важно, что вы про это рассказали, потому что у нас как раз есть вопрос на тему, насколько это вообще популярно сейчас в мире. Я так понимаю, чем больше это будет набирать популяризацию, тем будут быстрее сокращаться все риски и социальные недуги из-за неправильного отношения. Вот насколько популярно сейчас это в мире, насколько вообще в Латвии это популярно? Есть у вас какое-то понимание? Это очень популярно в Америке движение, в Европе, в Латвии мы, ну скажем так, первопроходцы, которые, помимо того, что мы делаем шоколад, мы еще и рассказываем про это все, мы еще образовываем потребителя, чтобы как минимум дать возможность, чтобы он совершал осознанный выбор, как минимум. Да, еще интересная деталь, что вот сама технология Bintubar, если уже подводя общую, вырисовывая общую картину, важно еще отметить, что в Bintubar производстве не используются никакие, скажем так, лишние ингредиенты. в данном случае мы говорим о том, что Bintubar подразумевает под собой в составе продукта, если говорить, например, о классической черной плитке, то это будут какао-бобы, небольшая доля какао-масла, что в принципе это и природно и натурально, и сахар. Ну, либо другой какой-то альтернативный посластитель. Три ингредиента, это классический Bintubar, либо два ингредиента, некоторые производители используют только какао-бобы и подсластитель без какао-масла, но это очень зависит от индивидуальной особенности. И, как правило, сахар, если говорить про сахар как подсластитель, в основном многие используют, чтобы это как минимум был нерафинированный сахар. Ну, кто как. Здесь это мы пошли немножко дальше, мы вместо рафинада используем coconut blossom sugar, это сахар цветков кокоса, делают его из пыльцы. Почему? Потому что, во-первых, он не проходит агрессивный процесс химических производств, плюс сохраняет достаточное количество питательных веществ в себе. Получается, что, с одной стороны, у нас рафинад, который содержит пустые калории, то есть он ничего в себе не несет, с другой стороны, у нас есть кокосовый сахар, который, в принципе, хотя бы минеральные вещества, он такой более естественный и природный сохранивший полезное вещество. У него еще низкий гликенический индекс, это еще, скажем, деталь, которая для некоторых потребителей тоже важна. Если мы говорим про фигуру, насколько этот шоколад будет вреден, учитывая, что вы только что перечислили компоненты? Или все просто в меру и не нужно съедать сразу? Вы не сможете, я не знаю, мало у кого получится съесть за один раз всю плитку, в принципе, но это он насыщенный продукт и если съедаешь небольшой кусок, тебе просто, ну, тебе организм насытился и нету желания, потому что, опять же, небольшое содержание сахара, и он не побуждает дальнейшее стремление поглотить продукт. Я могу сказать вам, что плитки с содержанием 85% какао и выше, иногда мы делаем специальные бачи стопроцентного шоколада, они даже добавляются в принципе профессиональными нутришн-специалистами, фитнес-тренерами, программы по похудению и так далее, то есть те, кто подходят более, скажем так, продуманно к моментам диета, они оставляют какой-то сладкое, но хорошее, сладкое, и в ограниченном количестве, и это является тоже частью диеты. Понятно, интересно, уже прям хочется скорее попробовать, но давайте, может быть, мы успеем еще до рекламы пройтись по такому вопросу. Сколько вот вам, вы сказали, вы первооткрыватели в Bintu Bar технологии здесь в Латвии, сколько вам потребовалось времени, чтобы вас услышали, поняли, насколько сложно вообще это было, потому что то, что вы мне рассказываете, это интересно, это захватывающе, это логично, почему это хорошо, но все мы понимаем, что одно дело с подругой на кухне сказать, вот мы такой шоколад теперь делаем, попробуй, это вкусно, а другое дело это объяснить на широкие массы. Ну вот я вам могу сказать, что в целом, наверное, был первый этап, это когда мы для себя, технологию для себя вообще поняли. технологию производства выработать вкусовые вот эти вот комбинации, как обжаривать бобы, потому что от обжаривания бобы тоже зависит вкус и так далее. Сколько туда добавить сахара. Технологические процессы и так далее, это все заняло от 6 до 8 месяцев у нас где-то. Потому что изначально ты думаешь, ну вроде бы это не rocket science, ну вроде не rocket science, потому что когда ты вникаешь в процесс, это там столько появляется, наверное, по сути, как и везде, но появляется такое количество деталей, которые для тебя в некотором плане вообще абсолютно новые. И ты столько... Ну так как в принципе это движение относительно новое, нет, ну допустим, у нас в Латвии вообще нет единого стандартного решения. или обучения или курсов, как это делать. Все, что мы нарабатывали, мы нарабатывали собственным опытом, мы нарабатывали общением с международным сообществом Bintubar, мы там общались с ребятами в Бразилии, в Америке, где только списывались, то есть мы делились опытом и, соответственно, вот эту технологию вырабатывали. Как же сделать этот шоколад? То есть это не просто ты закупил бобы и сделал шоколад. А как пришла идея вообще? Вот вы проснулись? Я хочу заниматься шоколадом. Как это было? Или это долго, выношенное решение? Нет, тоже, оно было немного такое... Тут большую роль сыграл на самом деле мой брат, он уже долгое время живет в Стокгольме, и они такая пара с их девушкой, они очень за здоровый образ жизни, они рефайн-шугар-фри уже долгое время осознанные, и в одну из командировок, на работу международной организации, он ездил в Нью-Йорк, в командировку, и возвращался через Ригу в Стокгольм, и он привез нам американский Bintubar, это был первый наш опыт, он сакцентировал на том, что... Не просто дал, он сказал, попробуй какой классный шоколад, вот попробуй. Он мне сказал, что вот это сейчас зарождающееся движение, вот такой вот, это вот Bintubar, он сказал, это крафтовый вот шоколад, вот там было, началось движение там с крафтового пива, потом был там крафтовый кофе, вот сейчас в общем, вот шоколад крафтовый, типа Bintubar, вот попробуйте, вот мне очень нравится, я вообще как бы стараюсь там везде от него покупать, по возможности, да. Ну вот мы попробовали, мы на тот момент не знали, что это такое вообще, то есть это первое вообще было знакомство, поняли, что это реально новый мир, то есть это шоколад, у которого есть вкус, то есть после того, как ты попробовал Bintubar, всё, что ты покупаешь в супермаркете, ты не можешь назвать шоколадом, потому что там нет вкуса, вот вы попробуете, я думаю, что вы потом вот тоже вот дадите свой ревью, это вот правда так. Ну да, и самое интересное то, что как бы у тебя в сознании приходит, что ты ешь, например, шоколад с высоким концентрацией какао, с высоким содержанием, но его можно есть, и то, что ты себе раньше представлял, что 80% это невозможно к употреблению, на самом деле это абсолютно не так. Первый наш шоколад, который мы вообще попробовали, ну вернее, сами для себя первое, то, что там тестовый батч сделали, мы вообще делали 100%, и в принципе сейчас, перед тем, как вот если мы покупаем какой-то себе, для себя тестовые какие-то бобы, закупаем, мы изначально делаем 100% шоколад, чтобы понять, какой он на вкус, и как определить его дальше структуру, сколько в него добавить сахара, а как обыграть, как он раскроется. Поэтому это он совсем, вообще философия была такая, чтобы показать, что шоколад имеет свой вкус, и он настолько отличается, этот какао-мир многогранен, и настолько сам по себе шоколад многогранен, что это достойно для того, чтобы оно существовало. Ну вот возвращаясь к ответу на вопрос, тогда можно сказать, что мы просто начали, естественно, потом искать его здесь, то есть, а есть ли пинту-бары в Риге, а где его найти? Оказалось, что нет. Оказалось, что нет, и в принципе так вот зародилась идея о том, что почему бы не попробовать. Ну, я думаю, что нам точно нужно после рекламной паузы его уже пробовать, дискуссировать и рассказать о впечатлениях. Уйдем на небольшую рекламную паузу «Открытая кухня». Добрый вечер еще раз, дорогие друзья, радиослушатели в эфире, программа «Открытая кухня». И у нас сегодня, как я сказала в самом начале, сладкий эфир. Говорим мы про шоколад, про технологию бинту-бар. И сегодня у меня владельцы и основатели компании «Шоколада» Екатерина и Алексей Дударенко сегодня делятся своими секретами тому, как они взорвали шоколадный рынок Латвии. Мы также проводим сегодня конкурс. Возвращаемся к этой традиции. У вас есть возможность выиграть и попробовать, что же делают ребята. И правила, условия конкурса таково. Вам нужно придумать свою интересную расшифровку, что же такое бинту-бар, от баба к плитке. Написать нам в WhatsApp или позвонить на номер телефона 6721-2939, 6721-3939 и WhatsApp 230-6191. Мы возвращаемся, времени не будем тратить. Итак, был также у нас вопрос, но мы сменили немножко тему. От того, как ваш брат привез вам шоколад, попробовать до открытия. Сколько прошло времени? Собственного уже бренда шоколада. Мы уже были 6-8 месяцев оттачивались. И вот полноценный запуск, когда все было готово, было готово видение, название и даже уже в принципе придумали, какая должна быть упаковка. Вот это примерно, наверное, год и прошел. Год? Да. Чтобы уже увидеть конечный продукт. Мы даже поняли для себя, какие первые там будут регионы. Потому что мы изначально не хотели, мы не делали это для себя, как хобби-лайк бизнес. Мы хотели это сделать качественно, мы хотели это сделать профессионально. Поэтому мы не заходили на рынок и в принципе не начинали эту историю, пока не было конкретного понимания. Не заходили на рынок, давай просто для того, чтобы зайдем. сделаем для того, чтобы сделать, чтобы оно было. Поэтому даже на упаковку и на дизайн у нас, как бы концепцию ее, ушло очень много времени. Кстати говоря, про упаковку, упаковка, чтобы было видно, здесь разные виды птиц. Это кто у нас? Это кондор. Кондор, точно, в горах, которые у нас, это тропический попугай. И здесь есть еще несколько видов, единственное, с кокосом, без птицы. Расскажите, в чем это ваш какой-то почерк? Конечно, каждая птица символизирует этот регион. Ага. Вот кондор, это действительно, это символ Эквадора. Национальная птица. Оно у них на гербе и фактически используют везде. Например, венциносный журавль, который у нас, это символ Уганды. Это символ Уганды, да. Долго изучали, чтобы еще было, все в концепции западало. Круто. Это символ Гватемалы, он абсолютно везде изображен, вплоть до банкнот. Поэтому каждая, либо мы выбирали либо птицы символы, просто не у каждой страны именно там птица будет символом, либо тогда выбирали наиболее, скажем так, характерный вид для данного региона. Вот как, например, в Венесуэле, вот конкретно этот попугай, он один из самых таких характерных птиц для представителей ярких именно этого региона. Вот у нас, например... С историей все. Да, у нас было... Сосадии. У нас еще до этого из Венесуэльска был другой регион, другая ферма. Да, у нас там была вообще красная кора-кора птица называется. Это тоже уникальная, очень необычная птичка, очень необычная. Но сейчас мы просто эти бобы пока не покупали, потому что там новый урожай только собрали. Ну, вообще у нас звонок есть, давайте попробуем ответить. Может быть, даже у нас... А-а-а, не успели. Да. А ничего, заболтались. Так, еще раз пробуем. Добрый вечер, вы в эфире, слышим вас. Добрый день. Здравствуйте. Вы так вкусно рассказываете, но можете ли вы сказать, где это можно приобрести? Конечно. Хотя бы направление, ну, как... Где вас искать? Спасибо. Да, пожалуйста, сейчас расскажем. Так, ну, уже покупатели. Покупатели. Участвуйте, друзья, в конкурсе. Мы обязательно в конце эфира расскажем, где можно приобрести. Участвуйте в конкурсах и получите сначала шоколад этот бесплатно, а потом и станете постоянными покупателями. Напомню, 2-3-0-6-1-9-1. Пишите свою расшифровку названия Bintubar от баба к плитке. Как бы вы это презентовали для рынка, если можно так выразиться. Вот. А мы продолжаем. Давайте вернемся к птицам. Больше всего, конечно, мне название вот это понравилось. Ну, венцинус. Венцинус. Венцинус на журавы. Да, да, да. Да. По поводу упаковки еще один вопрос. Я так понимаю, здесь тоже заложен смысл. Не просто так они выполнены в такой форме, с такой застежкой. Да. Да. Расскажите пару слов об этом, мы будем пробовать. Да, упаковка тоже является, скажем так, уже из какой-то производной, да, вот этого вот ответственного потребления, как такового, ответственного отношения к жизни. Почему вот эти вот reusable, такие пакетики, которые можно повторно использовать? Наша идея в том, что ты съел шоколадку, и ты не выбросил упаковку. В принципе, ты ее можешь потом дальше использовать в хозяйстве. В хозяйстве, соответственно, меньше используешь вот этого упаковочного материала и так далее. Второй момент, так как мы уже вот опять же говорили, своколад целиком, всю плитку ты не съешь сразу, потому что он очень насыщенный, и в этом пакетике очень хорошо его хранить. Он закрывается на такой вот зиплок, такая вот пластмассовая вот эта вот застежечка. Соответственно, плитка не набирается посторонними запахами, плитка не набирается влагой, и он там очень-очень хорошо хранится. Вот такой вот. Ну и выглядит. Я еще раз покажу, да, тем, кому не видно. Я сожалею, что те, кто сидят в машине, могут сейчас только нам позавидовать, что мы здесь и пробуем, и показываем. Это действительно очень красивая упаковка, удобная, и можно пользоваться еще. Расскажите, это самый темный, то, что я сейчас попробовала. Это 85%, это, скажем так, это такой вот он кремовый, очень мягкий и простой шоколадный. Важно, да, важен такой момент. Весь подобный шоколад, необходимо рассасывать, как это ни странно, его не нужно грызть и глотать, его нужно вот именно рассосать, потому что тогда раскрывается весь вкус какао-бобов конкретных, как в вине, да, как в чем-либо еще. Кстати говоря, в вине, да, с эмелье, в вашей профессии есть шоколадья, есть чоколадмейкеры, да? В чем отличие, и кем вы себя считаете? Ну, мы конкретно вот, если говорить, то мы чоколадмейкеры. Да, в отличие. Инту бар – это чоколадмейкер. это именно вот чоколадмейкер. Вот кто делает? Да, потому что шоколадье, он работает уже с готовым сырьем, с шоколадом. С готовым шоколадным. Делает красивые конфетки, заливает красивые плиточки, то есть они больше работают на красоту. Над конфетами, но с добавлением каких-то ингредиентов. То есть в шоколаде – это больше, скажем так, дизайн, дизайн и, возможно, какая-то вот конфигурация, сочетание вкусов, не относящихся условно к шоколаду конкретно, сочетание ингредиентов. Это вот разная форма и разное сочетание ингредиентов, но он как бы не работает со вкусом самого шоколада. Я не знаю, вот можно, знаете, как провести параллель, я вот, может быть, не совсем будет правильная, но, тем не менее, есть, скажем так, винодел, то есть он делает вино и он пытается как бы в вине раскрыть разную вкусовую палитру и структуру вина, его сущность, характер и так далее. А есть, скажем так, есть бармен, у которого задача в сочетании разных ингредиентов создать свой коктейль хороший. Ведь, по сути, мы не говорим даже про сложные компоненты и структуры коктейлей, которые там вообще там являются тоже вершиной определенного искусства, потому что надо там свои ингредиенты, как они будут сочетаться, как это будет, потому что маленький ингредиент, он действительно может вообще настолько там классно раскрыть сочетание всех остальных, и это будет просто супер качественный и супер востребованный там продукт. Заканчивая просто простым каким-нибудь опироль, шприцем, который в каждом месте могут сделать по-разному, и это зависит от того, как это сделал бармен. То есть, вроде бы, у него ингредиенты все одинаковые, но сочетание он их сделал настолько интересное, что вот он раскрылся. Точно так же вот, но с другой стороны, есть вина, которые тоже по-своему интересны, и именно там раскрывается именно их внутренняя сущность. Точно так же и в шоколаде. Они работают над дизайном красивым, над сочетанием каких-то, добавлением ингредиентов, которые наполняют там этот шоколад. В общем, это два разных понятия, да. Не нужно путать тех, кто делает шоколад, производители шоколада, и тех, кто делают уже производные от шоколада. Здесь у нас чистый натуральный продукт. Ну, и я, честно говоря, ну, вот попробовала пока, чтобы не смущать наших радиослушателей с жеванием, с чавканием. Я уверен, что вы почувствовали даже разницу здесь. Разница есть. Вот это показалось у меня более таким характером, таким мужественным, наверное. Ну, это на моей рецепторе. Не, на самом деле, каждый вкус индивидуальный, это абсолютно так. Эквадор. Я бы его ела, наверное, когда рано утром встала, так взбодриться, сделать хороший чёрный кофе. Кстати, у нас есть фитнес-тринеры, которые так делают. Да, и вот кондора обязательно. Тогда сразу, мне кажется, день бы задался, и можно было бы свернуть горы. Этот мне показался больше лёгким положить в сумочку и в течение дня попробовать. Это у меня ассоциативное мышление. И покислее, мне показалось. Да, безусловно. Так вот значительно покислее. И такой вот, ну, например, даже совместить его с каким-то фруктом. То есть, если у тебя с собой есть какой-то бокс, перекус, фрукт, вот, возможно, даже и клубника, и черешня, хорошо было бы вот эту кислинку, они как будто сбалансировали. Может быть, правильно я что-то сказала из этого? Нет, 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 просто у каждого свои рецепты. Да? Конечно. Потому что, да, потому что кто-то говорит, что, например, этот более насыщенный в плане непрерывности раскрытия. Для многих там первый, он… Тыквенный, кто-то очень много отмечает, что в Эквадоре тыквенные ноты, да, там чувствует. Ну, кто как? Да, и что он попроще, да, что вот он не такой вот там яркий. Более классический. Вот. Вот мой, например, любимый, это вот там вот следующий, он вообще самый… Винциносный. Он самый яркий, потому что он такой как… Там, да, там, не сравнить. Большая гамма. Я буду пробовать, а вы параллельно расскажите мне, пожалуйста, где можно сейчас найти, действительно, вот у нас был вопрос, да, где представлены, представлены, да, есть ли у вас отдельный магазин или вы где-то уже с другими ресторанами или кафе сотрудничаете. Как вот это? Может, открыли свою студию? На студии у нас есть, это у нас как бы место, где мы делаем шоколад, да. У нас открылся не так давно наш онлайн-магазин, можно оформить заказ онлайн на нашем сайте, можно разместить заказ через Инстаграм-профиль у нас, да, в Директ. Заказы можно получить в нашей студии, у нас есть определенное время, когда мы выдаем заказы. По торговым местам, да, кто продает наш шоколад на данный момент, это Мистер Фокс. В Мистер Фокс продается молочный кокосовый шоколад и Уганда, который вы сейчас пробуете. Продает Болл 31. Все это над зерновой, да? Да, Болл 31 продает Эквадор и Гватемалу, два вида. Продает наш шоколад Рокет Бин, и на Мера, и на Зернову. Они продают все четыре вида черного шоколада, Гватемала, Венесуэла, Эквадора и Уганда. Раз, потому что кофейные ребята, обжарочный цех. Да, они... Ну, они такие соулмейт, они понимают, что есть сингл оригин. Они делают то же самое с кофе, грубо говоря. Да, они очень, да, ассоциируетесь вы рядышком. Вот. Сойка, Сойка Сикрет Гарден, магазин, скажем так, подарков интересных. Шоурум такой. Шоурум, да. Мы с ними вот нашли общее тоже в том, что много кто с самого даже начала на шоколад покупал на подарки. И как идея для подарка, продолжение, он продается и у них. Плюс у нас с ними общая тема птичек. Ага. Да, и Сикрет Гарден у вас тоже такой секрет продукт, не масс-маркетовый. Поэтому вот так. Никого не забыла? Ну, все, да. Пока, скажем так, мы постепенно пытаемся расширять. Да, мы еще много с кем общаемся. Мы вот в Гимлетбаре. Гимлетбар, да, кстати. Недавно, да, скажем так. Вот у них будут не такие большие плитки, точнее не будут, они уже есть, 15-граммовые, у них такие версии в два раза меньше. Ну, это у них идея с тем, чтобы там с виски это сочетаться. Да, на виски, коньяк, вот такое дополнение. Вы как с языка сняли, потому что я попробовала Уганду, и он мне напомнил как раз что-то такое вот терпкий, осенний, где-то даже вот холодный вот вечер, да, в сочетании с каким-то хорошим алкоголем, да, там буквально 50 грамм, чувствую, что все, шелест листьев, холодно, одиноко, нужно брать Уганду, нужно идти в Гимлет. Вот, вот, с виски идеально, мне кажется. Вот почему-то этот, этот он даже вот как есть терпкое вино, да, вот этот мне напомнил что-то такое. Да, ну вот, у нас просто, видите, там везде еще прописано, да, характерные ноты. Да, производитель этих бобов. Здесь чувствуется, что вот есть вишневое, вот, вишневое такое послевкусие, вишневое терпкое. да, сухофрукты, вишневые, специи вот такое. Да. Как реагируют ваши покупатели на, понятно, внешне красиво, какие отзывы вы получаете, почему этот продукт зашел нашим латвийцам? Говорят, что когда они попробовали этот шоколад, шоколад из супермаркетов, они есть уже не могут, потому что он кажется бескосным. У меня вот одна женщина рассказала, что, говорит, ты понимаешь, я когда вот слышала, что вы делаете темный шоколад, ну, если честно, я расстроилась, потому что в моем понимании, вот, я пробовала очень хороший, вот, казалось, шоколад, да, черный 90-95%, она говорит, он был горький, он был просто горький, там ничего кроме горечи не было, но, говорит, понимаешь, когда я попробовала ваш шоколад, я поняла, что даже стопроцентный он имеет вкус, даже стопроцентный шоколад я могу есть, да, потому что, да, потому что это немножко другой продукт. Суть раскрыть вкусовую гамму. И у нас концепт в том, что, ну, как бы, вот наш концепт, стратегия, она, как изначально была разработана, мы стараемся ее сохранять неизменной. У нас задача, скажем так, в нашем пока что небольшом, но мы не стремимся сделать широкий, огромный, вот, свой ассортимент продуктовый, да, но мы хотим показать вот в нашем ряду, вот, да, все они отличаются по вкусу, все абсолютно, вот каждый специфичен в своем, да, и вот мы хотим как раз и раскрыть, вот, показать, что покао-бобы могут быть разными по вкусу, то бишь мы здесь не добавляем ничего другого. Вкус шоколада именно в самом шоколаде. Да, вкус шоколада зависит исключительно. В каких-то там добавленных там аспектах, да, там, когда какие-то добавляются еще ингредиенты. У нас задача показать вкус шоколада. Шоколада огромная. И вот мы тестировали, у нас сейчас там, через тесты наши прошло примерно уже 18. Да, 18-20 у нас было сортов, которые мы пробовали, видишь какао-бобов, даже может быть и больше, на самом деле. Из них, вот, как вы видите, мы для себя выбрали 4, еще один на подходе. Плюс из-за того, что мы работаем с природным, с природным продуктом, так сказать, мы зависим от фаз природных, от сезонов, от того, как собирается урожай. У нас в прошлом году была, например, Боливия, сейчас Боливии нет, потому что это дико растущие какао, да, и вот сколько собрались. Тебя бобы, которые собираются, они растут просто в джунгле. Эти деревни. Сколько собрались, столько собрали. И местные идут, собирают, и потом уже там его ферментируют, и все. Закончилось, закончилось, и все. Они не высаживают там деревья, они именно просто вот в лесу собирают. Ну, то есть, либо, либо даже вот у нас было с Венесуэлой, там, Бромелия, когда у нас, да, была вот второй вид Венесуэлы, сейчас его нет, потому что, да, тоже сезон закончился, новые еще не собрали, вот, все, что имеем, то имеем, да. И мы ротируем, у нас всегда в планах, там, в нашем. Что-то новое добавить. Что-то новое будет добавляться, что-то, конечно, что-то будет убираться, да, варьируем. А есть ли у вас в планах делать какие-то мастер-классы, какие-то лекции, ну, вот какой-то интерактив с аудиторией, потому что вы достаточно молодые еще, да, на рынке, я имею в виду, и не было ли у вас мысли, познакомить, поменять это в сознании людей, потому что я, я почему вам этот вопрос задаю, когда мы начали делать эту передачу, мне один из шефов, который сюда приходил, который тоже работает не на масс-маркет, а на совершенно другую аудиторию, Лера, а зачем вы это делаете? Я говорю, потому что я верю, что можно поменять людей мышление о сервисе, о работе в этой индустрии, поменять отношение там к чаевым, я не знаю, к продукту, который вы заказываете, ну, в целом к ресторанному бизнесу. То есть это такая мы альтруистическая, немножко миссия, но я это делаю для этого. У вас тоже есть своя миссия, и как вы думаете дальше? такой план есть, когда у нас, скажем, выкристаллизуется уже, скажем, рутинная составляющая всей работы, да, безусловно, мы хотели бы там проводить какие-то дегустации, это в плане есть. Сейчас мы стараемся, да, сейчас мы стараемся максимально вовлечь местных мили, представителей, не знаю, как это назвать, журналы и так далее, чтобы люди рассказывали, показывали, что такое бинтубар, да, чтобы как можно больше людей увидели, узнали, да, чтобы у людей не было ассоциации, что чёрный шоколад это горький шоколад и всё. Тоже поменять немножко это отношение. Ну, у вас это точно получилось в сегодняшнем эфире, получилось, по крайней мере, со мной, потому что, скажу честно, шоколадает в нашей семье мой муж, не я, потому что, да, там молочный шоколад мне от него, ну, который в масс-марке, да, с орехами или ещё с чем-то, становится очень быстро плохо, если, ну, как будто перенасыщение у меня происходит, от этого продукта, а горький, ну, я не понимала фишки, вот действительно, как вы сказали, просто горький и всё. Могу точно сказать, что из всех пяти видов, которые мы сегодня попробовали, однозначно, мой фаворит от Гватемала, он ласковый, нежный, он такой вот, как чёрная икра. А я вам скажу, знаете, очень маленький нюанс, вот 85% когда его делаешь, его есть невозможно, объясню почему, он одновременно, одновременно и очень кислый, и очень горький, одновременно. Представьте, когда вместе и горечая кислота, и это просто, это на таких любителей экзотики, но мы подумали, это вот такой состав, он родился в процессе, и мы подумали, надо чуть-чуть добавить сахара, чтобы, и действительно, именно сахар дал бобам раскрыться. Он не сделал его супер сладким, но он раскрыл бобы, их вкус немножечко в другой, с другого ракурса. И тогда, и это действительно, у нас есть, которые просто фанатеют от него. Очень мне понравился, ну, и этот тоже мне однозначно зашел с кокосовым молоком, потому что я люблю кокосовое молоко, кокосовое масло, нахожу места, где можно купить и пользоваться им во всех направлениях. Ну, такое, да, для тех, кто любит послаще, но при этом здоровый тоже органик, я думаю, что смело-смело, но пробовать однозначно нужно, вот вы были правы, с такого брутального кондора, да, и до такого милого кокоса. Кондор, он просто, ну, как бы простой, ровный, не простой, но ровный. Ребят, очень интересно, я не думаю, что шоколад настолько является афродизиаком в плане интеллектуальном, да, потому что беседа крутая, время пролетело просто незаметно, я надеюсь, что мы еще с вами увидимся и что-то сможем придумать вместе. У нас есть победитель, да, быстро я проанонсирую, пожалуйста, свяжитесь с редакцией Болткома, 371-29-863-147, девушка получает приз, с удовольствием пробуем, дегустируем, приходим в гости. Вот, сегодня у меня были в студии основатели и владельцы шоколада, Алексей, Екатерина Дударенко, бинтубар за ответственное, осознанное потребление. Спасибо вам. Спасибо. Супер недели и только вкусных впечатлений. Спасибо. Спасибо. Спасибо.